Ливан Гвелисиане. О носках и стиральных машинах. Для начинающих и опытных хозяек. Псевдонаука. Читает Александр Большишальский. Повсеместно известно, как носки и чулки любят исчезать в стиральных машинах, и с каким удовольствием машины им в этом содействуют. Нет домохозяйки в мире, не знакомой с этой проблемой. Разумеется, то, что с точки зрения домохозяйки является проблемой, для стиральной машины и носков всего лишь приятное занятие. Каждому известно, что из десяти пар носков, вложенных в стиральную машину, два-три носка исчезают всегда и навсегда. Причем носки исчезают не попарно, а в одиночку. Пара никогда не исчезает одновременно. Это было бы труднее заметить. Недоздача целой пары бросается в глаза не так, как одного носочка или чулочка. Разумеется, этот феномен давно интересует домохозяйка ученых. Речь идет вообще о склонности носков к исчезновению, а не об их исчезновении не попарно. Со дня изобретения стиральной машины стали замечать люди, что носки в них исчезают. Сначала думали, что здесь повинен недостаточный учет белья со стороны хозяек. Позже, когда факты умножились и наука уже не могла закрывать на них глаза, ряд ученых стал пристально заниматься изучением феномена. Были проведены как лабораторные, так и полевые эксперименты. Правда, эти опыты не смогли раскрыть причину исчезновения носков, но они обогатили науку значительным статистическим материалом. В частности, было установлено, что стиральные машины носкам из шерсти и хлопка предпочитают носки из синтетических и полусинтетических материалов. Носки, изготовленные из синтетических и полусинтетических материалов, исчезали в чреве стиральной машины в среднем на 32% чаще, чем из натуральных. Этот показатель меняется по странам и континентам. Так, например, в стиральных машинах одной и той же марки в Японии исчезает меньше носков, чем в Соединенных Штатах Америки. А в европейских странах, включая Турцию и Израиль, больше, чем за океаном. К сожалению, мы не располагаем достоверными статистическими данными для стран Восточной Европы из-за отставания экспериментальной работы в этих странах. Был также установлен факт, что стиральные машины разного производства предпочитают носки разного производителя. В машинах европейского производства с большим задором исчезают американские носки. Сами американские машины же свое предпочтение отдают японским, а также носкам стран Юго-Восточной Азии, в особенности китайским. Японские машины осваивают лишь японские и проявляют совершенное безразличие к импортным товарам. Обнаружена также и разница в коэффициенте исчезновения между мужскими носками и женскими чулками. Мужские носки и чулки пропадают в два раза чаще, чем женские. Есть также определенная разница по возрастным группам. Детские носки и чулки подвержены иным закономерностям, чем носки и чулки взрослых граждан. На рост этого показателя значительное влияние было оказано изобретением женских и детских чулкотрусов, так называемых колготок. Дело в том, что в этом случае чулки соединены между собою трусами, и отдельному чулку становится тяжелее незаметно избавиться от своей пары. Здесь и стиральные машины бессильны. Этот факт ярко демонстрирует силу человеческого творческого разума и его решающее влияние на стихийные природные процессы. Идея связанных чулок и носков была также удачно распространена и на мужскую часть населения. В Норвегии, например, были изобретены носки, связанные между собой с застежкой молния. Хозяйка связывает носки перед стиркой и развязывает их перед использованием. Разумеется, застежка вызывает определенное неудобство, но вместе с тем резко уменьшает коэффициент исчезновения. Были также изобретены носки, связанные между собою кнопкой-застежкой. Для стиральных машин и для пропадающих в них носков в некоторых странах это изобретение явилось уничтожающим ударом. Несмотря на все эти предохраняющие меры, часть домохозяек пренебрегает осторожностью в отношениях со стиральными машинами и стирает носки как прежде, не спаривая их. Из-за такого подхода к стирке число утерянных в стиральных машинах носков за последнее десятилетие не то что уменьшается, а постоянно растет. На коэффициент исчезновения носков имеет также влияние меры их загрязненности. Стиральные машины предпочитают менее загрязненные носки более загрязненным. Редко пропадает носок с дурным запахом. С целью избегания их потери ученые советуют пользоваться носками до появления у них характерного запаха. То, что многие граждане приняли и внедрили в жизнь этот полезный совет ученых, становится очевидным при большом скоплении людей. Разумеется, слабой стороной данного метода является определенное неудобство, связанное с распространением дурного запаха в общественных местах. Серьезный научный спор вызывают вопросы самого процесса пропажи носков, ее цели и причины. Невозможно и с научной точки зрения недопустимо, чтобы стиральная машина просто глотала их. В природе же ничего бесследно не исчезает. То, что исчезает с одного места, обязательно появляется в другом месте или в другой форме. Так, например, деньги, уплаченные в виде налогов одними гражданами и тем самым исчезнувшие с одного места, часто появляются в другом месте в качестве зарплат служебного персонала, политических деятелей или при оплате ими частных приобретений, путешествия или отдыха. Первые эксперименты, проведенные в 50-е годы прошлого века, основывались на рабочей гипотезе, что сама машина и пропажа носков непосредственного отношения не имеют и что сами домохозяйки, их дети или мужья с целью введения в заблуждение научной широкой общественности преднамеренно удаляют носки из камер стиральных машин. Эта гипотеза не подтвердилась. Наблюдения скрытыми телеобъективами и тепловыми сенсорами отвергли мнение об участии людей в пропаже носков. Позже были проанализированы химический состав воды, стирального порошка, полоскательных средств, так как, по мнению профессора Зоке из химической лаборатории Массачусетского технологического института МТИ, определенная констелляция составных веществ, участвующих в стирке, электрический и химический режим и прочее, влияют на устойчивость синтетического волокна и в некоторых случаях вызывают абсорбацию ткани. Хотя эта научная гипотеза и позволяет частичное установление причины исчезновения синтетических и полусинтетических изделий, но она не объясняет исчезновение изделий из хлопка, шерсти, сица и других природных тканей. В конечном итоге и эта химическая версия оказалась несостоятельной. Известно, что носок пропадает бесследно. От него не остается ни нити, ни резины, ни красителя. Части ученых этот факт дал повод для высказывания подозрений, что здесь мы имеем дело со сверхъестественным феноменом, в частности, с телепортацией. Вследствие конструкционной ошибки, некоторые стиральные машины, наряду с их основной функцией стирки, выполняют также и функцию телепортационной камеры и как бы сбрасывают носки в другое пространственно-временное измерение. Особенно российские ученые придерживаются этой гипотезы. В России существует хорошо обоснованная традиция исчезновения и телепортации в иные измерения, а также сильная научная школа по объяснению подобных феноменов. На основании сложных вычислений профессор Чулкман из Тобольского института телосложения и телепортации ТИТИТ считает, что носки, находящиеся в настоящее время в пятом измерении, через 77 лет опять попадут в наш пространственно-временной континуум. Слабость этой теории заключается в том, что она не объясняет факт, что исчезновение имеет место не лишь в определенных типах машин, а охватывает все типы и разновидности, начиная от российской чайки и заканчивая немецким мёве, американским сигл и японским ле-тайка. Недопустимо, чтобы сотни конструкторов, сотен производителей десяток стран допускали одну и ту же ошибку. За последние 50 лет было предложено и проверено множество других гипотез. Хотя ни одна проверка не подтвердила их научную состоятельность, проблема всё ещё остаётся актуальной. В разных странах экспериментальная работа охватила также и широкие слои не только учёных, но и населения. Так, например, в Бангладеш был создан Чрезвычайный комитет домохозяек, ЧКД, с целью проведения обширного синхронного эксперимента с участием сотен машин и домохозяек и нескольких тысяч носков. Хотя этот эксперимент пока не состоялся, из-за регулярных помех подачи электроэнергии, совет домохозяек надеется на его осуществление в ближайшем будущем. Наряду с серьёзными научными гипотезами предлагаются также и объяснения, явно носящие спекулятивный характер и часто относящие феномен исчезновения носков к ряду мистических или религиозных явлений. В последние годы некоторые религиозные секты распространили пасквиль о том, что стиральные машины к исчезновению носков не причастны и что данный феномен связан с действием пресловутых «тёмных сил», дающих человечеству знак грядущей всемирной катастрофы. Религиозная секта марманов дошла до того, что утверждает, что носки неверующих исчезают чаще, чем носки верующих людей. Сектанты ссылаются на статистику, неизвестную широким кругам, хотя для данного утверждения не имеют ни малейшего научного обоснования. Разумеется, исчезновение носков не связано с религией и с религиозными убеждениями. Для стиральных машин не имеет никакого значения, кому принадлежат носки — христианину, атеисту или мусульманину. В индуистской и буддистской традициях носки практически не употребляются, поэтому статистический материал по данным религиозным группам пока отсутствует. Своё слово в области исчезновения носков сказали и чешские уфологи. Профессор Панозко из Аломаутского центра вселенных исследований ЦВИ предложил гипотезу, что исчезнувшие носки забираются инопланетянами с целью проведения экспериментов в области сопротивления материалов. Ажиотаж вокруг стиральных машин не что иное, как попытка отвлечения общественности от реального состояния дел. Если в данной теории зерно истины покажет время. В начале статьи ему упомянули слова «любовь» и «удовольствие». Разумеется, было бы недопустимым преувеличением утверждать, что носки на самом деле любят исчезать, и что стиральные машины при этом испытывают удовольствие, так как один человек любит другого, жена мужа или сын отца, и получает удовольствие от общения. Здесь понятия «любовь» и «удовольствие» были использованы в метафорическом смысле. Замечено, что после исчезновения носков стиральную машину охватывает определенное удовлетворение. Это выражается в том, что машина после акта исчезновения самодовольно сохраняет внешнее и внутреннее спокойствие и редко реагирует на едкие реплики домохозяйки. Такой исход полагает преднамеренность свершившегося акта. Стиральная машина преднамеренно усваивает, как бы присваивает носки. Постановка проблемы в таком ракурсе ставит новые вопросы. Какова цель этого присвоения? Где и как хранит машина присвоенные носки? Существуют машины, присвоившие сотни носков. Где и как хранятся они? Недопустимо, чтобы при нынешней актуальности жилищной проблемы машина имела возможность без ведома домохозяйки и других членов семьи скрыто хранить сотни носков. Корпус стиральной машины для этой цели неудобен и мал. Следует заключить, что носки на самом деле исчезают, а не хранятся стиральной машиной. Не исключается также и возможность, что машина переваривает носки и отходы спускает вместе с грязной водой в канализацию. В заключении следует отметить, что в этой области еще много необъяснимого и неразгаданного. Международная ассоциация потерянных в стирке носков и чулков МАПСНИЧ, которая объединяет более ста национальностей и религиозных союзов, ведет плодотворную деятельность по изучению описанного феномена. В текущем году запланировано провести две международные конференции с участием видных ученых. Кроме этого, МАПСНИЧ собирается обратиться к правительствам государств мира и к ЮНЕСКО, установить Всемирный день потерянного носка, который отмечался бы повсеместно. Готовятся и другие серьезные мероприятия. От имени МАПСНИЧ хотим обратиться ко всем домохозяйкам и заинтересованным лицам, рассказать нам о своем опыте относительно этого безусловно интересного феномена. Первый заместитель председателя МАПСНИЧ доктор наук Леон Гвелленсон Шато Леон Большое спасибо за прослушивание этого ролика. Если вам понравилось, я буду очень признателен, если вы напишите комментарий, даже просто сердечко или огонечек. Это поможет Ютубу понять, что это видео можно предлагать посмотреть другим зрителям. Неравнодушные люди, желающие поддержать меня и мой канал финансово, могут это сделать по реквизитам в описании. Спасибо всем большое!